Привет! Вы на канале AeroPortal. Вам понравился прошлый ролик с историей Boeing C-17 и его сравнением с L-76. Поэтому в этом ролике я расскажу кратко и просто историю Boeing 727, его технические характеристики, а также проведем сравнение с легендой советской авиационной промышленности Ту-154. Перед тем, как мы начнём, не забудьте подписаться на нашу группу ВК. Это наш запасной аэродром, и там тоже есть контент про гражданскую авиацию. Ссылку вы найдёте в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Начнём с краткой истории данного лайнера. Итак, Boeing 727 – узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолёт американского производства. Его первый полёт состоялся 9 февраля 1963 года. В начале 60-х годов Boeing 727 был разработан для удовлетворения потребностей трёх американских авиакомпаний. United Airlines, American Airlines и Eastern Airlines. Целью было создать массовый реактивный самолёт, который мог бы использоваться на небольших аэродромах. Продолжать полёт при выходе из строя одного двигателя, быть экономичнее Boeing 707, лёгким в эксплуатации и обслуживании. Также Boeing 727 предназначался для региональных авиаперевозок на западе США, в Аляске, а также для перелётов между США и странами Карибского бассейна. Самолёт был оснащён турбореактивными двигателями и обладал высокой скоростью полёта и хорошей манёвренностью. Наиболее заметной особенностью Boeing 727 были его задние двигатели, которые были размещены на хвостовой части самолёта. Для облегчения использования на неподготовленных аэродромах было уделено внимание механизации крыла и встроенному трапу для удобства посадки и высадки пассажиров. Изначально двигатели Boeing 727 были шумными, что вызывало проблемы, но в последующих модификациях уровень шума был снижен. В итоге Boeing 727 был успешно принят авиакомпаниями и быстро стал популярен за пределами США, особенно в Латинской Америке и Средиземноморье. Для многих авиакомпаний самолёт стал приоритетным для выполнения регулярных пассажирских, а позже чартерных и грузовых рейсов на среднее расстояние. В конце 60-х годов свет увидел Boeing 737, который оказался более экономичным, что привело к снижению заказов на Boeing 727. Но после нефтяного кризиса 1974 года спрос на него снова возрос, особенно на грузовые версии. На Boeing 727 также использовались различные варианты двигателей, включая Pratt & Whitney JT-8D, Rolls-Royce Pay и General Electric CFM-56. Благодаря этому авиакомпании имели возможность выбрать оптимальные двигатели для своих потребностей, обеспечивая улучшенную экономичность и производительность самолёта. Одной из самых популярных модификаций Boeing 727 была модель 727-200, впервые выпущенная в 1967 году. Она имела увеличенную длину фюзеляжа и улучшенные характеристики полёта, включая увеличенную дальность и грузоподъёмность. 727-200 был особенно популярен в качестве самолёта для средних дистанций, а также использовался для грузовых перевозок и военных целей. Следует также отметить, что выход Boeing 727 на рынок дал компании значительное преимущество перед конкурентами из McDonald's, которые предложили свой аналог MD-80 с опозданием, поскольку авиакомпании, которые уже привыкли работать с Boeing, уже разместили заказы на Boeing 737. 737-я версия получила свой успех благодаря хорошей реакции рынка на Boeing 727. Ещё одной заменой Boeing 727 стал Boeing 757 с большей дальностью и вместимостью, который также получил свою популярность среди грузовых перевозчиков. В истории данного самолёта также имели место быть аварии и катастрофы. Согласно информации на 10 января 2020 года, в результате катастрофы и серьёзных аварий были утрачены 119 самолётов Boeing 727. Также этот самолёт пытались угнать 182 раза. Всего в авиационных происшествиях с участием этого самолёта погибли 4211 человек. Самой крупной по числу жертв катастрофы в истории Boeing 727 стало крушение самолёта авиакомпании «Мексикана» в Мексике, которое произошло 31 марта 1986 года. Официальная причина заключалась в нарушении инструкции. Одна из шин самолёта была накачана вместо азота обычным воздухом, и как результат случился их перегрев при взлёте и взрыв. В результате погибли все пассажиры и члены экипажа, а именно 167 человек. В общей сложности с 1963 по 1984 год было поставлено авиаперевозчиком 1832 самолёта Boeing 727. По неофициальной информации, в начале 2021 года в эксплуатации находилось примерно 20 машин. Ввиду их возраста, эти самолёты применяются в подавляющем большинстве для выполнения грузовых рейсов и авиакомпаниями ряда наиболее бедных стран Латинской Америки, Африки и Азии. Последней же авиакомпанией, которая имела в своём активе крупный флот пассажирских Boeing 727, была Champion Air. На её балансе числилось 16 машин данного типа. В 2008 году компания была признана банкротом, и её воздушный флот был порезан на металлолом. Также в общей сложности было разработано 11 модификаций Boeing 727, включая базовую. Их список вы видите сейчас на экране. А более подробно о них я рассказал в статье в группе ВК по ссылке в описании. Переходим к техническим характеристикам данного самолёта, а именно двух его модификаций Boeing 727-100 и 727-200. Их вы видите сейчас на экране. Можете поставить ролик на паузу и ознакомиться с ними подробнее. А мы идём дальше. Теперь переходим к сравнению Boeing 727 и Ту-154. В этом сравнении будут участвовать базовая версия Boeing 727, то есть Boeing 727-100, и базовая версия Ту-154, поскольку данные версии были произведены примерно в одно время. Начнём с технических характеристик Ту-154. Длина 47,9 метров, максимальная взлётная масса 98-100 тонн, масса пустого самолёта 51 тонна, максимальная высота полёта 12 километров, вместимость пассажиров от 152 до 180 человек, крейсерская скорость 900 километров в час, максимальная скорость 950 километров в час, дальность полёта с максимальной загрузкой 2650 километров. Исходя из вышеупомянутых характеристик Boeing 727-100, можно сделать следующие выводы. Ту-154 длиннее, имеет большую взлётную массу, максимальную высоту, максимальную вместимость, но имеет меньшую дальность полёта. Какой самолёт из этой пары вы считаете лучшим и почему? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу в ВК по ссылке в описании. До встречи!